Здравствуйте, уважаемые мои подписчики! Вы все видели видео о конструкции моей самодельной ручной сейлки для кукурузы. А в этом видео я хочу рассказать о модернизации этой сейлки для посева зерновых, в частности овса. Ну а гостям моего канала предлагаю перейти по подсказке, которую вы сейчас видите в правом верхнем углу экрана и посмотреть его. Или же в конце этого ролика, перейдя на него из конечной заставки. После уборки картофеля с площади 3 сотки, я решил посеять овес в качестве седерата, который не только насыщает землю такими полезными для роста растений элементами, как калий, азот, фосфор, но и очень хорошо распушивает ее. А на моей земле это крайне необходимо, потому что она стала твердой, как бетон, особенно в этом году. Вот так выглядит участок огорода после выкапывания картофеля. Засеять такую площадь овсом, раскидывая его вручную, и потом загребая граблями, это очень муторный процесс, во-первых. Во-вторых, невозможно равномерно распределить семена по площади, придерживаясь заданной нормы высева. И в-третьих, семена необходимо заделывать почву на глубину порядка 3 сантиметров. Поэтому я решил модернизировать свою кукурузную сейлку в сейлку для посева овса. Чтобы увеличить количество семян, высеваемых на рядок, я решил снять имеющийся высевающий диск толщиной 6 мм и с 15 ячейками для семян кукурузы. И изготовил новый, диаметром тоже 140 мм, из текстолита толщиной 8 мм. На нем я просверил 20 отверстий диаметром 10 мм и болгаркой сделал прорези. С обратной стороны расточил посадочное место под опорную шайбу для режущих дисков болгарки. Для увеличения количества оборотов высевающего диска я снял прежнюю звездочку с 19 зубьями и установил другую с 14 зубьями. Для нее я выточил переходную втулку. Ну вот, установил новый диск на высевающий аппарат и звездочку. Соединил цепью с ведущим колесом. Пришлось выбросить одно звено. Приподнял сочник от рабочего положения на 2 см. И под него подставил ванночку. В качестве семипровода применил прозрачную ПВХ-трубку, которая не доходит до нижнего края сочника на 2 см. Приподнял ведущее колесо над площадкой и на нем нанес вертикальную черточку. Загортачи опустил до площадки, чтобы рама сиялки опиралась на нее. Прежде чем засыпать семена, хочу посчитать, сколько оборотов должно сделать ведущее колесо на длине рядка 10 метров. Длина окружности колеса 1,5 метра. Значит на рядку оно должно сделать 6,7 оборотов. Вот черточка 7,7. Засыпаю семена овса. И смотрим, как будет работать высевающий аппарат снова высевающим диском. Начинаю вращать. Смотрим на прозрачную трубку семяпровода. Видно, как выпадают семена. И видно, как работает высевающий аппарат. Так, поставил пустую ванночку под сушник. Считаем теперь обороты колеса. Раз. Два. Три. Четыре. Четыре. Пять. Шесть. И семь десятых. Вот маленькая черточка. Ведущее колесо сделало 6,7 оборотов. Теперь необходимо определить вес семян. Включаю веса. Определяем вес пустой баночки. Тара. Засыпаю семена. Вес 14 грамм. Вес 14 грамм. И ширины между рядами. Вес 15 сантиметров. Количество рядков на сотку должно быть 10 метров, деленное на 15 сантиметров. 67 рядков. Вес семян посеянных на рядок 14 грамм. А значит на сотку будет посеяно 67 умножить на 14 грамм. Значит необходимо увеличить количество зубьев ведущей звездочки Высевая этот аппарат в 2,36 Меньший вес семян от нормы высева 2,2 деленное на 0,94 равно 2,36 Поэтому ведущая звездочка должна иметь 19 зубьев умножить на 2,36 45 зубьев Необходимо установить большую звездочку велосипеда Ну и когда все было готово, начал сеять Звездочку на ведущем колесе оставил прежнюю, 19 зубьев Потому что большой велосипедной звездочки у меня пока что нет При посеве контролирую выпадение семян через прозрачную трубку семя провода и падение их на дно борозды Для разметки рядков использую вот такой восьмирядный маркер, изготовленный из зубовой бароны Расстояние между зубьями 15 сантиметров При разметке один зуб маркера веду по ранее размеченному следу Таким образом за один проход намечаю сразу же 7 рядков На эту уходит примерно полминуты Ну и вот работа окончена Было посеяно около 200 рядков На это ушло полдня А вот так выглядят всходы овсан через 10 дней после посева Все это время стояла солнечная погода в тени 27-28 градусов И не было ни единого дождика Поэтому я поливал их своей передвижной поливалкой Первый раз сразу же после посева И потом еще два раза Высота всходов примерно 10 сантиметров В заключении хочу сказать, что я также испытывал высевающий аппарат с пшеницей Работает прекрасно Выталкиватель полностью выталкивает все семена из ячеек диска Ну и с другими зерновыми культурами Я думаю будет работать аналогично